МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо компании Гомелес. Туда и працуем Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Социальное дистанцирование и маски – зноу норма життя. В Беларуси рост захворывания на коронавирус. Инвестиции дают отдачу. Керавництво Мазырского нафтоперепроцовщего завода наведало дочинное сельгаз-продприемство «Полесия Агроинвест». И они заховывают историческую память. Сегодня свое профессиональное свято означают белорусские архивисты. А зараз об этом и иншим больше подробно. Зноу маски, социальное дистанцирование и антисептики. На Гомельшине, как и в целом по Беларуси, уздым захворывания на острые респираторные инфекции. Утемлику коронавирус. Медики закликают с людей, берахшись обея, выкористовывать маски. Як рахтуется система ховы здоровья до эпидсезону, доведалися наши корреспонденты. Мы с вами находимся в Гомельской областной инфекционной клинической больнице на складе средств индивидуальной защиты. Здесь у нас находятся средства индивидуальной защиты. Это такие, как очки. Вот у нас запас перчатки здесь и там. И вот, если вы посмотрите на ту сторону, у нас большой запас средств индивидуальных защитов, таких, как комбинезоны противочумные. То есть этого нам вполне достаточно. На ближайших три месяца мы полностью укомплектованы. У соседних помешканьях склады с дезинфицирующими растворами и антисептиками. Яны белорусской вытворчасти. Аховные комбинезоны шиють у Гомеля и Мазары. Маски купляются у Китаи. У выпадку другой хвали, усе, что требует для беспечной работы медперсоналу и лечения пациентов, тут есть. А кроме сродка Аховы, это 7 аппаратов штучной вентиляции легких и 30 кислородных кропок у тымлику и кислородных концентраторов. Сотрудники нашего учреждения практически не болели этой инфекцией. Внутри больничного инфицирования не было однозначно. По причине того, что они использовали средства индивидуальной защиты, так как это предписано нормативными документами Центра гигиены и эпидемиологии и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Дарэча медперсонал Гомельшны на 99% устрои. Их это знову жадякуючы тому, что медики добро усведомляют рызыки, связанные с коронавирусом, и носят маски не только на працовных местах. Дарэча подтверждены и выпадки пауторного заражения. Тому люди, які перенесли ковид, могут захвареть знов. Зараз перед вакцинацией от гриппу доказано, что люди, які пришапились от яго, на шмат разей хварают на коронавирус. И еще не варто забывать, что коронавирус даёт ускладнение не только на легкие, а и на иншие органы и системы организма. Развиваются мелкие тромбозы. Исходя из этого, в каком органе данных тромбозов развивалось больше, значит, будет больше последствий. Но в том числе, как и любая остро-респираторная инфекция, коронавирус может пройти и без каких-либо последствий. То есть всё зависит от того, какая нагрузка вирусную получил организм, какая была реакция и какие были ли сопутствующие патологии у пациента. И вот всё это в общей сложности даёт, скажем так, дальнейшее, остаточное явление, те или иные, как восстанавливается организм после перенесённой коронавирусной инфекции. До приёма пациента с коронавирусом готовы 4 гомельские больницы. Первая, другая – инфекцийная и туберкулёзная. У регионе маэцца амальпау тысячи аппаратов штучной вентиляции лёгких, извыш 1700 кислородных кропак. Пакуль же медики просить гармадзян берахчись сябе и радей наведывать массовые мероприемствы, притрымливаться социального дистанциавання и знов узять за правила ношения масок. Зараз колькасть хворых на коронавирус на Гомельшине прикладно 45% от пикового узровня, який был у регионе на проконце мая, початку червяня. Марина Северянова, Миколай Скинсиян, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Новое житё неколи стратных саугасов. У Мазырского нафтоперепрацовшего завода есть своё датчинное предприемство у Петриковском районе. Полиция «Агроинвест» была створена с четырёх нерентабельных и неперспективных господарок. В ответственности державной программы отражения и развития вёски МНПЗ выкупил все сбудования, захавал штат и начал активно поддерживать новое подразделение. За эти годы у будовництва и развитёжей велогодоле укладены велизарные сродки. Как быть в курсе, стану справ, керавництво завода побывало на предприемстве со своей соблевой инспекцией. Четыре отстающие колгасы Петриковского района и Мазырский НПЗ. Сдавалось б, что огульного. В 2005 году стратные господарки объеднали у Агрохолдинг, Полесся, Агроинвест. Засновальник-уласник нового агропродприемства Мазырский нафтоперепрацовщий. Это стало переломным моментом. 15 годов поддержки, миллионных инвестиций, а еще передача товарно-материальных каштонностей и подбор кадров. За эти годы статок вырос амаль в три раза. Повеличились надои и приваги. Сегодня на Петре, Ковшене, Полесся, Агроинвест лепшая в свою галине. Модернизация живела годовчих комплексов, новое обсталявание, працовная дисциплина. На молочно-товарном комплексе «Тероба» гостям демонструют новые навесы и адрыны. Зараз тут вырабляют молоко класса «Экстра» с высоким утрыманием белку. Закупочная цена на его истотно высшей. Продукцию забирает Туровский молочный комбинат. На ферме робець усё, каб молочные реки перетворыць угрошовые потоки. Кабы трымать пажывное молоко, патребен сбалансованный рацион. Солома, комбикорм, силас, сенаж, кукуруза. Сё лето тут целком подрыхтовали кормовую базу на холодный сезон. Наступный объект якраз непосредно связанный с харчеванием живёл. Дякуйши инвестициям Мазырского нафтоперопроцовщего тут побудовали новый цех комбикормового завода. Немецкие технологии. Сучасное обсталевание. Процесс целком автоматизованный. Вытворчасть вертыкальная. Вышиня цеха супостовная с 10-ти поверховым домом. Это самый высокий будинок на Петраковщине. Много сделано работы здесь было. Улучшены условия труда для работающего персонала. Современные здесь. Современное производство. Поэтому необходимо дальше развивать село, агрогородки. Развитие села должно происходить дальше. Тут нюансы были каждый день. Потому что кажется, что производство комбикормов для всех видов животного, культивируемого человечеством. Но самое главное в том, что это требования такие же для взрывоопасного производства. Поэтому нюансы здесь были каждый день. По кольцах працуя упуска на ладочном режиме. Заденечены 25% вытворчих могутностей. Вырабляют комбикорм для потреб поголовья. У целом, вельми перспективный керунок. На этом можно и треба зараблять. Тот, кто считает, конечно, свою копейку, тот, кто хочет получить на выходе определенный результат, он и должен работать, будем говорить, и в направлении кормления. Каким видом комбикорма кормишь, такой у тебя будет результат. Для работы завода была побудована подстанция. Электроэнергия пойдет и млеку на потребы Петриковского района. Выездный семинар на базе датчинного предприемства для керунков Мазырского нафтоперпросовчика проводится регулярно. Это своего рода инспектование и мягчимостью бачить переутворение. Переконаться, что гроши вылучшаются недаренно. Я вижу по высказываниям участников, что они впечатлены тем, что мы делаем. Я считаю, что это нужное дело. И для понимания, что и промышленный комплекс, и агропромышленный комплекс мы все вместе и работаем на благосостояние нашего государства. У воловой вытворчасти сельскохсподаршей продукции района по лесу Агроинвест займает 40%. В целом за 15 годов с уместной прации нафтовиков и аграриев зароблено немало. В темнику это адлюстровывается на добробитие всей Петриковщины. Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр» с Петриковского района. До других тем. Коли все документы, которые находятся в Державном архиве Гомельской области, поставить в РАД, отримаются 7 километров. С 1917 года тут на Запашино свыше 560 тысяч справ. Сегодня люди, которые заховываются для нас в минуле, означают свое профессиональное свято. В целом в Державном архиве Гомельской области появилась новая мобильная система заховывания. Она удвоя экономит место. Вольного в Сховичах уже не засталось. Кировничество архива сподяется, что в ближайшие годы будет ремонтован будинок на Косарова. Там можно будет размешать документы. Надо переводить все и в личный формат. Справа, это протяглое и вельми карпатливое. И она поступовывая деться, але все равно важную документацию треба иметь на паперовых носьбитах. Продприемства и организации повинны сдавать у архив свои материалы, але робят гэта, хоть и обовязанные, не усе. Архивисты закликают заниматься гэтым больше активно. Здарается, что человек, який выходит на пенсию, повинен знайсти некий подтверждение своей працонной деянности у пылной переды. Коли таки известки наймальникам сгублены, гэта поплывая на стаж работника и отповедна по мер пенсии. Тому отказное ведение архивных справ может тышиться литерально кожного человека. Сохранение архивов это память и людей, и народов, и страны в целом. Ну и те, кто сохраняет эту память, они ведут, скажем так, не знают, откуда они идут и куда им дальше идти. Сохранение документов, сохранение памяти это очень необходимое и нужное для страны дело. Новый виток развития дистанционной эдукации. У Гомеля подвели выники конкурса по створению сучасных методок онлайн-аддукации. У ему дельничали педагоги из всей области. Для пераможцев подрыхтовали грамоты к ветке и грошовые призы. За третье место 400 рублей, за другое 600, за первая пераможная 1000. Об умовах конкурсу и пераможцах репортаж Марины Северяновой. Все пераможцы, даже из райцентра, третье место с работы навучения детей сучасной техницы худкого малюнка заняла наставника выявленного мастерства Ветковской средней школы номер один Мария Ходякова. На другом месте наставник початковых классов 14-й Мазирской школы Людмила Винокурова с работой формирования креативного мыслення. Перемогла программа под назвой «Веселые гульни» с унимайкой, запоминайкой, воображулькой, почамучкой директора и одночасового наставника-дефектолога Давыдовской средней школы Светлогорского района Светланы Маркевич. Создав такую маленькую авторскую группу, мы решили себя в этом попробовать. поскольку в положении предлагалось сделать несколько уроков, мы попробовали себя в этом. Нам этого показалось мало. Мы сделали целый цикл уроков по развитию памяти, мышления, речи и отправили несколько уроков на конкурс. И, конечно, мы ожидали победы. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, но первое место мы не рассчитывали, потому что это был первый опыт. И мы, наверное, себя даже зауважали, что все-таки достойный был материал, который занял почетное первое место. С пропановой провести конкурс по створению сучасных методик онлайн-эдукации в Галиновое управление звернулися керавництво Технопарка и один из его резидентов компании «КидсКей». Это было на початку червеня. Пропанова была безоговорочно принята и одобрена. Тема развития дистанционной эдукации для этой сферы одна из актуальных. До конца липеня самые активные педагоги региона працевали над проектами. Увы, конкурсная комиссия Гомельский институт развития и эдукации компании «КидсКей» отрывала 46 работ, из которых одобрала три лепшие. Онлайн-программы необходимо было распрацовать для детей во взрослении от 5 до 12 годов. Инициатива появилась по той причине, что хочется найти талантливых педагогов, талантливых методистов, которые готовы создавать интересное дополнительное образование для детей. Что касается нашего сотрудничества, то, конечно же, мы будем знакомиться дополнительно со всеми педагогами, которые прислали свои работы. И будем искать варианты для того, чтобы создавать те программы, которые они изначально уже запланировали и прислали нам. Работы переможцев будут выкористовываться не только в своих установах. После невеликой шлифовки специалистами иные станут доступны к каждому, кто затекал на развитие эдукации в виртуальной просторы. Марина Северьянова, Яугин Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Гомель – шинокультурная. В областной библиотеке Семья Ленина прошла презентация уникального альбомного выдания в двух томах. У им собраны вздымки и описание неполторных и самобытных культурных подей изъяв Полесского региона. Первая частка для острова и обрадовы и песенной традиции Гомельской области. Шерах с них отримал статус объектов нематериальной гисторико-культурной каштонности Беларуси и признанной на международном узроуне. Другая частка присвечена сучасному фестивальному руху Гомельщины, якая традицина становится сценичной пляцовкой для многих региональных, республиканских и международных мероприемствов. Давно задались такой идеей, чтобы познакомить всех почитателей культуры Гомельщины с таким громадным пластом, с тем наследием, не только наследием, но и современностью, в каком-то определенном издании, самобытном, непохожем. И вот мы несколько лет назад приступили к реализации этого проекта, долго вынашивали идею его оформления, представления, и вот наконец-то у нас получилось. Получилось это как двухтомник. Далее выдавецкий дом Гомельская правда плануя протягнуть серую Гомельшина культурная новыми альбомами, якие станут выдатным подарунком для замежных гостей. А кроме того, в этой выдании з'явится в библиотеках и установах эдукации в области. Моцный дождь прогнозуется в Гомеле в этой ночи. Областное управление МНС разослало штормовое попереченье. Выратовальники рекомендуют по махшимости устрематься от пересовывания. Если ливень все же застанет вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помешкания. Ховаться в арте в будинках, размешанных выше за взрыв и на протягу всего завтрашнего дня. Температура поветра в день складе от 14 до 16 градусов тепла. Это и инши новинные информацию о проектах Толярадо компании Гомеле вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скентеян. Здравствуйте. Ссора с девушкой закончилась задержанием. В Житковичах мужчина в состоянии алкогольного опьянения выяснял отношения со своей избранницей на улице. Когда стало понятно, что диалог не клеится, женщина поторопилась уехать на велосипеде. Словами удержать возлюбленную не удалось, поэтому мужчина решил бросить в нее стакан. Угодил он прямо в лобовое стекло автомобиля сотрудников департамента охраны, которые проезжали мимо. 28-летний житковчанин задержан, его действием будет дана правовая оценка. Проводится проверка. Вечер не удался и у молодого человека из Мозыря. И снова по вине алкоголя. 21-летнего парня в состоянии сильного опьянения не впустили в ночной клуб. Он даже пытался затеять драку с охранником заведения, но буйного посетителя выпроводили на улицу. Мозырянин решил выместить злобу. Объектом стала дверь клуба. Попытка уйти от ответственности не увенчалась успехом. Парня задержали сотрудники департамента охраны. В Гомеле мужчина надел наручники, но не смог их снять. Понадобилась помощь спасателей. Гомельчанин 1982 года рождения обратился к сотрудникам МЧС самостоятельно. Поступок объяснил просто. Нашел наручники и решил их надеть. Они защелкнулись и цепко зажали правую руку. Спасатели освободили ее с помощью шестигранника. Сделать жизнь граждан максимально безопасной. Такова цель республиканской акции с заботой о безопасности Малой Родины организованной МЧС. В ее рамках спасатели Гомельского района решили отправить письма пенсионерам одной из самых уязвимых категорий граждан. В них сотрудники МЧС призывают людей почтенного возраста соблюдать правила пожарной безопасности. К каждому письму прилагается буклет, где указано, как правильно наводить порядок на приусадебных участках, пользоваться электро- и газовыми приборами, а также печным отоплением. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужской гонбольный Гомель завтра проведет очередной матч чемпионата Беларуси. Соперник Гродненский Кронан гомельчане в турнирной таблице на втором месте, Гродненцы на четвертом. Игра пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта начала в 18.00. Сборная Гомельской области, составленная из игроков 2005 года рождения, выиграла 8-й открытый турнир по гонболу на призы чемпиона мира Андрея Климовца. На втором месте расположились воспитанники Дюсша имени Спартака Мироновича из Минска. Замкнули тройку сильнейших гонболиста из Бреста. Также участие в турнире принимали сборная Гомельской области 2006 года рождения и столичный РЦОР. В Минске состоялись Республиканские Олимпийские дни молодежи по вольной борьбе. Состязались юноши и девушки в возрасте 17 лет и моложе. Сборная юноши из Гомельской области в командном зачете заняла третье место. В личном зачете у представителей нашего региона одно золото. Его завоевал воспитанник Гомельска из Дюшор-вагоностроительного завода Павел Дятлов. В копилке также три серебра и две бронзы. Девушки в итоговом протоколе на пятом месте. Чемпионкой турнира стала Яна Кустунова из Будокошелева. Завоевана также по одной серебряной и бронзовой награде. В Гомере сегодня состязались совсем юные вольники. Борцы со всей страны съехались на открытое первенство БФСО «Динамо». Награды оспаривали спортсмены в двух возрастных категориях 11-12 и 12-13 лет. Всего в списках более 220 мальчиков и девочек. Желающих бороться на гомельских коврах было больше, однако организаторы были вынуждены ограничить прием заявок. Возможности зала не позволяют принимать большее количество спортсменов. Хотели сделать соревнования немножко скромнее, но в связи с тем, что мы не никто не проводит турниров. Все стараются приехать, приехали, с удовольствием борются. Завтра борьбу за награды открытого первенства БФСО «Динамо» поведут представители греко-римского стиля. Соскучились по соревнованиям и представительницы художественной гимнастики. В открытом первенстве Гомельской области принимают участие более 80 играций из Гомеля, Минска и Рогачева. Самым маленьким 7 лет, старшим 15. По словам тренеров, долгое отсутствие соревновательной практики в первую очередь сказалось на уверенности юных спортсменок. Порой банальное волнение мешает выступить в полную силу. Тем не менее, грации рвутся в бой. Тем более, что в середине ноября в Гомеле будет проходить первенство республики. И все мысли уже об этом старте. Месяц будем усиленно готовиться, оттачивать, обновлять программы, готовиться на все 100%. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин